Идите. Это камера нам не показывает, а зрители могут видеть физическую зарядку в исполнении финского гонщика. То есть они разминают плечевой пояс, ноги. Если только не прошел наш стадион, я не знаю, что участвует в тренировой программе. Есть на поле, которые картиновали силы. Есть на поле, которые прекрасно стоят в тревности, в тренировой силе. Поэтому силы с названием сплошной. Но, тем не менее, вот так отрочно. Один из глаз есть. Ура! Ура! Сколько времени потратили? Минут пять. И вот сейчас выезжают спортсмены на круг показа трассы Круг показа трассы Первый выехал Сегрен Ну здесь не важно последовательность Поэтому на старт именно заезда выедут А на круге показа гонщики могут и обгонять друг друга и нет Но тем не менее они едут как надо Тислер первый, Склеров и Сегрен Сегрен просто замешкался немножко, под отстал других лидеров Он прищелкивал как раз чеку, которая будет выключать систему зажигания В случае падения, с чего мы этому гонщику норвежскому викингу не желаем Идет круг показа трассы Еще раз представим вам спортсменам Второй номер Алексей Попов Ямбург, Новый Рингой Седьмой стартовый номер Дмитрий Сорокопут, Россия Шестнадцатый Торий Густавсон, Норвегия Двадцатый Яков Карпман, Казахстан Тридцатый Евгений Смолин, Россия Тридцать первый Евгений Мартюченко, Россия Тридцать второй номер Артем Пехтерев, Россия Причем Ярославль Тридцать третий Низ Рязанцев, Ярославль, Россия Тридцать четвертый Дмитрий Скайров, Россия Тридцать пятый Каур Кислер, Эстония Тридцать седьмой Алексей Никишкин, Россия Тридцать восьмой Савелий Никишкин, Казахстан Тридцать девятый Валерий Хоменко, Россия 55-й Дмитрий Широков, Россия, 137-й Оли Херман-Хагенс, Сёген, Норвегия, 227-й Ери Тюнкунин, Финляндия, 551-й номер Фредерик Кирхус, Норвегия и 977-й Матиас Хагадокин, Норвегия. В медленном темпе гонщики проехали круг показа, заезжают вновь в накопитель предстартовый и сейчас начнут занимать места для стартовой процедуры первого финального заезда третьего этапа чемпионата Европы-2015. Рыбинску здесь? Отлично! Ну что ж, продолжаем наблюдать за чемпионатом Европы по снегоходному кроссу. Совсем скоро, буквально через несколько минут и даже вот смотрим на долл 13.24, в 13.30 будет старт дан третьему финальному заезду. Сегодня первому финальному заезду, сегодня будут два заезда, первый и второй. По итогам этого мы узнаем победителя третьего этапа чемпионата Европы по снегоходному спорту. Спортсменов-накопители, зрители здесь, все готовимся болеть. Демина, прекрасная погода, зрители зарядились энергией от лепреконцев. Я надеюсь, будем болеть за наших спортсменов и, естественно, будем болеть за гостей, которые к нам приехали. Напоминаю, 19 спортсменов из Казахстана, Эстонии, Норвегии, Финляндии и России здесь перед вами. Покажут все мастерство. А уж как болеть умеют рыбинские зрители, все знают. Лучшие рыбинские зрители, я вас не слышу! Отлично! Андрюш, расскажи нам о заезде. Ну, рыбинские зрители известны своим энтузиазмом снегоходному кроссу. Я обращаюсь к фотографам. Повнимательнее, ребята, вы не занимайте места на внешнем радиусе трассы, потому что, в общем-то, это опасно. Это достаточно опасно. Все проехали круг показа. И сейчас судьи дадут команду на запуск двигателя. Спортсмены займут места на линии старта. Итак, еще для всех зрителей напомню. Табло, на котором мы все видим. Отчет времени. Вот здесь буквально, видим, в центре стоит там 15 минут. То есть идет гонка 15 минут плюс один круг. После этого мы узнаем победителя первого финального этапа. Но у нас еще будет второй, по итогам которых мы и определим. Не мы, а судейская коллегия определит победителей третьего финального этапа чемпионата Европы. Поэтому набираем воздух легкие. Все готовимся. Будем поддерживать. Перед вами будет головокружительная борьба, сумасшедшая борьба. Сумасшедшая борьба. И самое главное, то, что профессиональный комментарий. Потому что в этом спорте тоже надо уметь разбираться. И с помощью Андрея Спицына мы это с вами скоро научимся делать. Ну я тут на ОТР, на телевидении засветился на полчаса. Ну правда передача отражения, она не имеет отношения к спорту. Но как бы снегоходная тема была развита. Так выставляется прямая, по которой встанут снегоходы для заезда. Немножко здесь корректировочек какие-то, чтобы никто не имел преимущества. Все работают. Главный судья соревнований. Эдуард Иванов Кострома. Представитель снегоходной комиссии. Комиссии снегоходов. Сергей Селяков. Великий Устьюх, отойдите. Отойдите от старта. И так Каур Тислер первым занимает место в центре старта. Но это неудивительно, потому что здесь, наверное, ближе всего до первого поворота. У нас левый плавный. Склиров рядышком встает. 35-й номер у Тислера. Уж так получилось 34-й у Склирова. Сегрен, 137-й номер, норвежский райдер. Мы имеем с вами, видать, уникальную возможность, в самом деле, как это все происходит. Не просто мы видим, когда телевизионную картинку, по которой обычно просто дается старт и смотрим гонку. Здесь все перед вашими глазами. Стартовый накопитель. Выстраивание спортсменов перед гонкой. Все это перед вашими глазами. Буквально несколько минут и зажигательная гонка. 15-минутно. Драйв обеспечен всем. И спортсменам, и особенно нашим зрителям. Ревенск, ура! Денис Рязанцев решил тиснуться между эстонцем и финном. И у него это получилось. Кстати, лидер у нас, мы видим, использует подставку для прогрева. Нет, финн стоит наоборот слева. Это был второй норвежец, Кирхус, 555-й номер. Но мы видим, спортсмены себе к дорожку готовят. Это вот Денис Рязанцев убирает мотоботами большие комки снега. Кроме прогрева, мы видим, спортсмены вбивают гусеницу в снег для того, чтобы... Вот сейчас это Денис Рязанцев сделал, чтобы зацеп при старте был получше. От считанной секунды до старта, от считанной секунды нарастает напряжение. И на трибунах, и у спортсменов нарастает напряжение, потому что совсем скоро, совсем скоро старт первого финального заезда Чемпионата Европы по снегоходному кроссу в городе Рывинс. Вот момент старта на летнем мотокроссе измеряли пульс у гонщиков, 220 пульс. При том, что это далеко не гипертоники спортсмены. Только так работает адреналин, природный наркотик гонщик. Я думаю, что в зимнем, зимние кроссмены ничуть не уступают летним. Последний у нас выезжает здесь почему-то Карпан, хотя он в квалификации-то был у нас не последним. Видимо, замешкался в пристартовой зоне. Нет, это не последний. Это, кстати говоря, за ним выезжает Хоменко. Попов Широков у нас еще двое остались. Ну а камера... Камера HD Extreme нам показывает стартовую прямую. Вот мирно стоят основные претенденты. Ну здесь гонка есть гонка, поэтому квалификация прошла. У нас эти парни за редким исключением на российских трассах не появлялись. Запомню, что впервые на российской земле чемпионат Европы, чемпионат мира был относительно давно, 3 года назад. Европа у нас проводится в первый раз. Итак, Владимир Степанов у нас командует стартом. Вологодский, судья всероссийской категории, он с зеленым флагом проходит перед строем участников. Если спортсмен заглох, он должен руку поднять, об этом предупредить. Убрали веревочку, по которой выставляли снегоходы. 15 секунд до старта первого заезда. 5 секунд. Старт. Пошумели! Сегрен выхватывает стартовский ров. Пытается его пройти по внутренней части. Трассы не прошел обгон, но обошлось без падений. И это главное. Ну что, вошла вода горячая, начинаем болеть, болеть, смотреть. Все спортсмены перед вами проходят. Когда здесь проходят, обязательно покричите, пошумите. Это нужно всем спортсменам, это нужно вам. Итак, Оли Херман Сегрен. 18-летнее дарование из Норвегии. Выхватил старт здесь. Склеров его преследует. И победитель квалификации «Эстонец» на третьем месте. Тислер. Вот сейчас они будут пересекать линию финиша. Было вышел вперед уже у нас и Склеров. Но опять. И опять Склеров впереди. Борьба за первое место. Они два раза уже обменялись местами. Тислер третий. Никишкин Алексей хорошо стартовал четвертый. Рязанцев пятый. Смолин шестой. Кирхус провалил старт седьмой. Мартюченко восьмой. Ну и дальше, в общем-то, что мы предполагали. Уже расположились остальные гонщики. Борьба за лидерство. Ноздря в Ноздрю. Тридцать четвертый номер Дмитрий Склеров в России. Сто тридцать седьмой Оли Херман Сегрен в Норвегии. Склерову сейчас удается лидировать. Лидера Дмитрий Склеров в Россию. Оторвался. Одна десятка была на предыдущем круге. И сейчас уже будет секунда с лишней. Даже 2,4 десятых. Тислер третий. Рязанцев вышел на четвертое место, пройдя Никишкина. Рязанцев очень важные очки сейчас. Потенциально даже тот же Склеров сейчас у нас работает против него, потому что он отбирает очки и сам их не имеет. Но Склерову тоже важно. Если он выиграет 4 заезда, я уже вперед забегаю. У него будет 100 очков. Он теоретически может попасть на подиум, хотя вряд ли. Надо, чтобы посходили все его основные конкуренты, у которых уже баланс определенный очков есть. Итак, 34 номер Склеров. 137-й Сегрен. А поддержим! 33-й Рязанцев и Никишкин старший. 37-й номер Кирхус у нас выскочил на шестое место после неудачного старта. Пока лидирует Дмитрий Склеров, Россия у 2-й. Догонять Никишкина. Лучший круг гонки у нас у Склерово 52-247. 51 даже был лучше. Это сейчас 52-2. Предыдущий круг имел место быть. И отрывы уже большие. 2-66, 4-5, 5-6, 7-9. Тюнкунен у нас выбирается на 10-е место. Плоховато. Финн стартовал. Лидер 34-й номер Мастер Спорта Дмитрий Склеров. Ямбург Новый Уренгой. Парень ни разу не выигрывал чемпионат России. В силу возраста своего. Но три раза выигрывал молодежное первенство и дважды был призером последних лет. Чуть даже оторвался Дмитрий сейчас от Сегрена. Сейчас на этом круге ситуация сохраняется. Денис Рязанцев удерживает 4-е место. 18 очков. Добавляя к своим уже 64-м Сегрен. 99 плюс 22. Абсолютный лидер. 121 очко. Если сейчас гонка остановится. Смолин Евгений. Вот кто стартовал печально. С последних мест только на 15-е Женя выбрался. Не заметил я что. Видимо затерли на старте просто парня. Встречаем лидера Дмитрий Склеров. Номер 34. Россия. Второй ведет Коля Херанский Грент. Норвегия. 137. И третьим Кауртистер. Номер 35. Эстония. А кстати на этом круге у нас лучший круг показал для себя Сегрен. И сократил немножко отставание до Склерова. Что не все еще так очевидно. Катился трассу. Ну а два слова у нас о Склерове мы сказали. Сегрен Оли Херман. 18 лет. 30 октября родился на свет. Вице-чемпион Норвегии. Ну собственно говоря первого этапа Норвегии этого года. Третье место в чемпионате Европы. 99 очков. Лидер абсолютный сейчас в отсутствии двух финнов, которые впереди него. Восходящая звезда кросса на снегоходах. Не побоюсь этого слова. Склеров догоняет уже кругового Широкова. Услышим о нем. На этом круге чуть он кстати отстал. Звезда чуть отстала. 2.894 просвет. Тискер 5 секунд проигрывает. Рязанцев 8.6. Сейчас начинается самое интересное. Уже лидеры догоняют круговых. Все перемешалось в доме Облонских. Поэтому смотрим. Смотрим. Смотрим и болеем. За Россию. За остальных спортсменов. Которые присутствуют здесь. И за красоту снегоходного кросса. Пехтерев Артем прорывается из глубин пелотона. На 8 место. 32 номер. Участник в первых этапах. Чемпионер Смолин на 13 место у нас пробился. Вот эти парни. Участники первых этапов в Норвегии. Транхейм Фагернес. Ну относительные неудачники первых этапов. Склеров лидер пока. Сейчас пытаются что-то сделать. 52.76. 53.044. В районе 3 секунд стабилизировался. Просвет. В начале гонки. Тислер. Сейчас нас с Югрена. Насел. Эстонец. Догоняет его. Между ними секунда и одна десятая. Скорее сейчас. У нас Югрен. Занят. Ох ты. Ох ты. Размотало. Здесь у нас Югрена. Тислер. Его догнал. Практически. В борьбе за второе место. 137 номер 35. Борьба за второе место. Ошибся. С Югрен остановился. Остановился норвежец. Заглох. Завелся. И потерял аж две позиции. Вот это да. Подарок королевский. Склеров. С Югрен сделал. 34-й. Сделал Склерову. Тислер. 35-й. Второй. Размотал на трассе. Один раз уже была позиция. И сейчас на второе место вышел Тислер. На третье место Рязанцев. Вот кто. Вот кто у нас. Рязанцев борется с Югреном за очки. Рязанцев номер 33. Голод Ярославль. Итак, россияне на первом и третьем месте сейчас. На первом и третьем месте в первом заезде финального, финального, предфинального этапа чемпионата Европы. Финал будет завтра. Все будет завтра решиться в сезоне 2015. Итак, сама ошибка. Никто был не виноват. Просто его размотало на трассе. И он то ли сама ЧК выдернулась. То ли, не знаю, я не видел с этого расстояния. У нас заглох у нас 137 номер Олег Херман Сегрен. Спрашивали мы у него на эндуро. Мы покажем интервью еще в записи у нас. Что ты думаешь, в общем, о. И он сказал, да, очковый отрыв есть. Ну, в принципе, у него комфортный, конечно, очковый разрыв. Я думаю, ему и четвертое место его устроит. Но, тем не менее, парень молодой, амбициозный. И я думаю, сейчас он, вот сейчас Рязанцев, он пытается опять догнать в борьбе хотя бы за третье место уже до эстонца, я думаю, здесь не дотянется. Скалеров проходит круговых. Скалеров, кроме гонок снегоходов чисто зимних, у нас гоняется успешно в снегоходах на воде. Ему принадлежит рекорд в снегоходах на воде на Комсомольском озере Нового Уренгоя. Плюс еще и летом на мотоцикле. На двух колесах он ездит весьма прилично. В команде Имал-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Дмитрий Скалеров, как жаль, что парень пропустил у нас первые этапы. Скалеров, опять первое, у обе здесь. Номер 34, Россия лидирует. Реабилитируется. 9 минут прошло у нас заезды из 15. Сейчас уже усталость, уже круговые. Пошли, вот, Хоменко прошли на круг, Попова. Тоже гонщики. Борьба за третье место. Рязанцев, Сегрин. Рязанцев, Ярославский наш парень. 33 номер. Но Рязанцеву гонят тоже по трассе. На этом круге он полсекунды отыграл у Сегрина. Он понимает, как важны ему эти очки. Третье место 20 очков, а четвертое 18. Он потенциально у лидера сейчас 2 очка отыграл. И добавил в копилку уже не 18, а 20. 64 плюс 20 будет 84. Вот такая нехитрая арифметика. Имеет место быть. Сорокопут прошел Мартюченко. Седьмой номер на седьмом месте у нас. По рейтингу России у него седьмое место. Дмитрий Сорокопут весьма много соревнований. Падение! Падение имеет место быть. И вылетел у нас гонщик. Я не вижу номера отсюда. Отсюда, в самом центре трассы. Вот она борьба. Самая большая борьба за третье место. Сьюгрен и Рязанцев. Очень-очень близко. Здорово оторвался Скляров. 34 номер, напоминаю, Россия Скляров лидирует. Кто это был у нас? Но похоже, это не лидер. Это кто-то в серединке пелотона вылетел. Вот это место коварное. Уже третий вылет практически в одном и том же месте происходит. Поворот на 180 градусов. Правый поворот. Там выбитая трасса плюс волны. Кто же это был? Сейчас нам подскажет компьютер. Дмитрий Скляров только запрошел перед трибунами. Как бы это не Карпман у нас. Нет, Карпман на одиннадцатом месте сейчас идет. Итак, Скляров 55-59. Тислер 57-7. Сейчас отстает эстонец, видимо. Рязанцев 55-9. Вот кто догоняет у нас сейчас. Просвет три с половиной секунды. Но на каждом круге две с лишним. Сейчас Рязанцев выигрывает у эстонского спортсмена. Итак, Денис Рязанцев при не совсем удачном старте. Сейчас имеет очень хорошие шансы. Если у него силы еще остались. Остался порох в пороховницах. Побороться за второе место. И еще заработать два очка в свою очковую копилку. Но здесь круговые. Другая проблема. Что тихоходы у нас, гонщики, которые подустали уже мчаться по трассе не так быстро. Вот они могут помешать. Синий флаг вовсю работает в районе линии финиша. Поэтому по таксуеров 56-5. Там комфортный просвет был до эстонца. Пролетел Тислер. Рязанцев все ближе к Тислеру. Ближе, ближе. Но на этом круге, кстати, они в одном темпе прошли. Между ними 4 секунды сейчас. Да. Все-таки просвет есть. Я немножко опередил события. А что у нас с временем? 3 минуты осталось основного времени. Плюс минута еще. То есть как минимум 3 с лишним минуты еще на трассе гонщикам находиться. И так драматично у нас идет гонка. Пехтерев на 6 место. Прорвался у нас. Смолин на 8. Вот то, что спортсмены смогли осуществить. Участники сборной России. Те, которые были на первых этапах Транхейми Фагернеси. Ну, Пехтерев развалилась гусеница. Потом ее неправильно собрали. То есть он фактически первый этап провалил. А Смолин ездил все этапы, но достаточно медленно. Он стабильный гонщик. Он очки привез во всех 6 заездах. И сейчас везет очки. Но маловато их как-то. Маловато у него в копилке. Смолин вчерашний юниор. Тоже молодой гонщик из спортивного клуба «Факел». Захаров Павел его тренирует. Камера нам выхватывает Слерова. Он очередных круговых преодолел. Уже на второй круг аутсайдеров. Преодолел и так до Тислера. Было 9 секунд. До Лизанцева 13. Сейчас мы будем смотреть, что на этом круге. 14-я минута пошла. Первого заезда. Мы видим на трибунах болельщиков Рязанцева. Денисов, вам всем привет. Ура! Рязанцев АК третий. Болеем Ярославский наш парень. Дмитрий Склеров первый. Каур Тислер Эстония второй. Рязанцев АК третий. Меньше двух минут. Андрюша, комментируй дальше. Итак, Склеров Тислер. 6-9. На этом круге, не поверите, две с лишним. Тислер отыграл Склерову. Может быть, Склеров уже и сбросился. Надеясь на комфортный просвет. Может быть, помешали круговые. Здесь непонятно по ходу. Итак, Сегрен прошел Рязанцева. Вот это мы не ожидали. У Рязанцева была какая-то ошибочка по трассе. И Сегрен вернул себе третье место. Да, немножко мы расслабились в плане третьего места. Тюнкунин, кстати говоря, Ере Тюнкунин. 227 номер. Финн на восьмое место. Смолина обогнала. Обогнала. Так иностранцы под занавес с первого заезда выглядят посвежее. Итак, 34 номер Склеров. 35-й Тислер. Вот он перед вами. 137-й Сегрен. 33-й Рязанцев. Денис. Денис Рязанцев двукратный чемпион России. Покросс у нас в снегоходах. Победитель спринкросса. Он выигрывал еще давно чемпионата России. В национальном классе на рысях. На рысях гонялся. Ну, этот круг опять Склеров прошел быстрее. Видимо, проблема была. Борьба за третье место. Идет с контрольным временем. Проблема была в круговых. Никишкин Савелий. Казахский гонщик российского разлива. Отыграл позицию на 12-е место. Переместился. Итак, время вышло. Пошла последняя минута. Самая большая борьба за третье место с Югреном и Рязанцем. 33-й 137. Болеем за номер 33. Минута не пошла. Вот она сейчас пойдет. Сейчас минуту показали Склерову. Потому что минута, когда лидер преодолевает. И Каур Тистер Эстония. Горячий эстонский парень. Восьми секундах позади лидера. Увидел квалификации помчался к финишу. Так, что у нас Югрен. Минимизировал потери. Это круговые. Вот Югрен. Рязанцев обошел Югрена. Опять Югрена впереди. Борьба серьезная на последних кругах. Рязанцев красавец. Вернул себе третье место. Итак, Денис Рязанцев. Атлан-Ярославль. Тоже, кстати, летом гонялся. Я первый раз познакомился с Рязанцев там в 2005 году, когда вел хобби. Это соревнование на двух колесах. Летние на мотоциклах. И Дениска тогда ездил. У нас мы в Адлере проводили соревнования. Там, где Олимпиада была. В Эмеретинской бухте. Адмитрий Склеров финишировал. Россия! Да, Склеров, Кислер. Первое, второе. Ждем мы, что же у нас произойдет за третье место. Но мы надеемся на Дениса. Болеем за него. 33 или 137. Все смотрим внимательно. Ну. И все-таки Денис. И все-таки Денис Рязанцев. 33 номер. Ярославский райдер. Замыкает виртуальный подиум первого заезда. Сьегрен Киркус. Причем Киркус почти догнал Сьегрена. У них проблемы какие-то возникли под занавес заезда. Может быть технические неполадки. У нас анимационная программа. Сейчас нам должна подойти официальная кастронка и сьегурочка. Которая проведет с ними интерактивное мероприятие, так что ищите попросу поближе. Не забывайте, что если у нас искали в России продукты компании «Русская и сpakки» и партнер с другими рублями. Скажите, что нас делал по сикаркозному строительству. Только сегодня специальное предложение. Которые, которые поблили сикарк运ом, вы можете напорниться. 14 рубля. И заявки принимаются на стенде, где расположены сикаркозные сикаркете. Продолжение следует...